Зенитный артиллерийский комплекс «Ментис». Немецкий богомол против дронов «Камикадзе» и барражирующих боеприпасов. Период активного использования армии РФ в российско-украинской войне 2022 года дронов «Камикадзе» иранского производства, достаточно успешно уничтожающих военно-гражданскую инфраструктуру Украины, поставил перед командованием ВСУ серьезнейшую проблему, связанную с их нейтрализацией и уничтожением. Наиболее действенным и экономически целесообразным способом, выходя из создавшегося положения, является использование зенитных систем разного типа. Одними из таких установок считаются немецкие зенитно-артиллерийские комплексы «Ментис», которые правительство Германии вполне могло бы поставить Украине в рамках военной помощи. «Ментис», «Богомол», немецкая модульная автоматизированная сетевая система цели указания перехвата. Стационарный зенитный артиллерийский комплекс ближнего действия, предназначенный для защиты от ракетных, минометных и артиллерийских обстрелов. При разработке комплекса «Приоритет» был отдан возможности поражения малоразмерных целей, представленных беспилотными летательными аппаратами, управляемыми ракетами и баражирующими боеприпасами. Разработан компанией «Рейнметалл Эйр Дефенс», предназначен для защиты военных баз, в частности, в Афганистане. В апреле 2007 года Минобороны Германии выдала контракт компании «Рейнметалл Эйр Дефенс» на разработку зенитной системы ближнего действия для поражения рам целей, то есть для защиты от ракетных, минометных и артиллерийских обстрелов. Компания «Рейнметалл Эйр Дефенс», используя опыт создания 35-миллиметровых зенитных пушек и используемой в этом калибре боеприпасы «Яйчо Эйди», разработала 35-миллиметровую револьверную пушку «Джи Ди Ф-0-20» радиолокационную станцию и центр управления огнем БФЗ. Благодаря модульному принципу построения система Ментис может быть адаптирована применительно к размерам и окружению защищаемого объекта и состоит из центра управления огнем БФЗ двух радиолокационных приборов обнаружения целей, и до восьми подключенных орудий «Джи Ди Ф-0-20», до четырех орудий на прибор обнаружения. Предусмотрено включение Ментис в перспективную систему ПВО ВВС Германии СИСФЛА. Центр управления функционирует в круглосуточном режиме и укомплектован сменой из четырех военнослужащих, трое из которых используются для мониторинга воздушной обстановки и обслуживания оружия и датчиков под управлением командира. Управление системой в высокой степени автоматизировано. В силу действующих в НАТО правовых ограничений, полностью автоматизированная борьба с целями не предусмотрена, использование оператора в контуре управления необходимо по соображениям безопасности. Время реакции для борьбы с воздушными целями определяется исключительно возможностями оператора центра управления огнем. Оператор наблюдает комбинированное изображение целей, обрамленных рамкой, полученное от РЛС-ТВ камерой и оптоэлектронных инфракрасных датчиков и принимает решение об обстреле нажатием кнопки огонь. БФЗ подключается к сетевым системам Минобороны Германии с помощью различных средств передачи данных и связи с целью лучшего владения обстановкой своевременного обнаружения, сопровождения, измерения параметров и поражения воздушных средств нападения. Комплекс МЕНТОС подключен по крайней мере к одному радиолокационному прибору, оптимизированному, главным образом для обнаружения и сопровождения малозаметных целей, целей, у которых эффективная поверхность рассеяния, РПФ, характеризуется малыми значениями. РЛС-комплекса должен быть способен обнаруживать цели, РПФ которых значительно ниже 0,01 м в квадрате на дальностях до 20 километров. Револьверная пушка GDF-020 конструктивно базируется на орудии 35-1000 и представляет собой одноствольную пушку калибра 35 на 228 миллиметров, размещенную на платформе контейнера, поддона стандарта ISU-1D с площадью основания 2988 на 2435 миллиметров, и может перевозиться подходящими транспортными средствами. Общая длина пушки 5526 миллиметров, ширина 2435 миллиметров и высота 2088 миллиметров. Темп стрельбы составляет 1000 выстрелов в минуту при достижении барабаном полной скорости вращения, то есть после нескольких выстрелов, максимальная дальность стрельбы составляет 5 километров по низкоскоростным или слабо маневрирующим по курсу воздушным целям и около 3 километров по боеприпасам. Обстрел цели всегда ведется из двух орудий, при том, что действия одного орудия должно быть достаточно, а второе орудие ведет стрельбу как дублирующее. Каждое орудие ведет обстрел очередью длиной до 36 выстрелов. Длина очереди настраивается оператором.